Ребят, всем привет, с вами как всегда Джамбо Макс, и в этот раз у нас очень горячая новость, связанная с подпиской Xbox Game Pass. Сразу скажу, что это лишь пока жирный-жирный слух, но он кажется вполне себе реальным, если учитывать давнюю новость. Но перед тем, как мы начнем, хочу напомнить, что у меня есть Инстаграм, в котором на днях я проведу несколько розыгрышей на различные игры. Ссылка будет в описании, поэтому подписывайся. Также имейте в виду, что в данный момент в нашей группе ВКонтакте проходит розыгрыш на игру A Way Out. Короче, с вас лайкусик и подписка на канал. Так, и давайте теперь к новости. На днях от некого журналиста появилась маленькая информация о том, что, возможно, нам покажут и не покажут на ближайшей презентации. К сожалению, 23-го числа не стоит ждать что-то от Coalition. Не стоит ждать дебютной игры от студии The Antietive, которая, по слухам, скорее всего, является перезапуском Perfect Dark. Но зато стоит ждать что-то новое от Rare, больше информации о Hellblade и, возможно, что-то новое о Gold подписке. И при этом всем, к сожалению, не стоит ждать ценника на Xbox Series X и показа Xbox Series S. И, скорее всего, все непоказанное покажут в августе. Господи, как лупит дождь, я надеюсь, вы его не слышите. Но самое главное и самое топовое в этой новости было то, что на презентации объявят, что одна из ожидаемых игр сторонних разработчиков появится в подписке Xbox Game Pass через короткое время после выхода. И, в принципе, несложно догадаться, что самым главным кандидатом будет Cyberpunk 2077. Ну, согласитесь, вообще крутяк. Если со мной согласна, то с вас лайк. Вообще, слух довольно-таки жирный, но он имеет смысл существовать, поскольку Cyberpunk, во-первых, пиарится под брендом Xbox, а самое интересное то, что в мае уже был слух о том, что Cyberpunk войдет в эту подписку. Слух был, кстати, не от какого-нибудь там инсайдера, а от португальского аккаунта Xbox в Твиттере, твит которого был удален буквально через пару минут. Для тех, кто не очень внимателен, акцентирую ваше внимание, что игра войдет в подписку не сразу, а спустя какое-то время. Также поговорю, что Cyberpunk это лишь одна из новых игр сторонних студий, которая войдет в эту подписку спустя короткое время после выхода. То есть, скорее всего, какие-то крупные проекты, какие-то ожидаемые проекты будут также пополнять эту подписку в скором времени после выхода. И знаете, после такого шага, я думаю, что реально многие перейдут на эту подписку и, возможно, даже перейдут полностью на Xbox, поскольку, ну, это нереально выгодно. Да, понятное дело, что эти игры не будут там вечно и, скорее всего, они будут чаще меняться, но, ребят, если игра в подписке будет там хотя бы месяц, это будет вышка. Еще раз повторяю, что это лишь пока слух не точная информация, но имейте это в виду. Скорее всего, информация подтвердится или опровергнется 23 июля. Если что, именно в эту дату будет та самая презентация Microsoft, поэтому ждем. Кстати, поговорю, что Майки вступили в гонку за игровое подразделение Warner Bros., которое владеет правами игр на Гарри Поттера и Бэтмена. И, в принципе, я думаю, что если Майки действительно увидит выгоду в этой покупке, то может быть такое, что в новом поколении у нас будет противостояние эксклюзивного Бэтмена на Xbox против эксклюзивного Спайдермена от PlayStation. Поэтому пиши в комментариях, я за Бэтмена или я за Спайдермена, чтобы понять, кто популярнее. Короче, осталось ждать совсем недолго. Обязательно напишите, как вам эта новость и будете ли вы покупать игру Cyberpunk или же просто оформите подписку Xbox Game Pass. Лично я насчет этого подумаю, так как мне хотелось бы поддержать напрямую разработчиков, если игра, конечно же, годной получится. И, скорее всего, я склоняюсь к тому, чтобы владеть игрой всегда, поскольку в Cyberpunk планируется еще и мультиплеер. В общем, такие вот дела. Если новость вам понравилась, ставь лайк, подписывайся на канал и большое спасибо вам за просмотр. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok